Учебное заведение Учебное заведение Учебное заведение Уважаемые телезрители, вы только посмотрите на наш игровой позе. Это действительно очаровательно. Причем, обратите внимание, не менее прекрасные девочки сидят и в зале. Я абсолютно уверена, что сегодняшняя игра станет украшением нашего кадетского турнира. Я с удовольствием представляю вам умниц и красавец, учащийся московского пансиона воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации Алина Шуина. Здравствуйте! Я приехала из Подмосковья, из города Можайска. Я поступила в пансион, чтобы получить достойное образование. И сегодня желаю всем хорошей игры. Александра Кузьмина. Здравствуйте! Я из Московской области. Я увлекаюсь спортом, футболом, баскетболом, настольным и большим теннисом. Игра на фортепиано – моя страсть. И я желаю всем участницам сегодняшней игры удачи. Эльвина Лукманова. Здравствуйте! Я приехала из города Серпухово. Обожаю петь, рисовать, увлекаюсь игрой на фортепиано. Желаю всем сегодня удачи! Дабья Макарова. Здравствуйте! Я приехала из города Псково. До поступления в пансион я занималась танцами, плаванием. Так включилась 6 лет в художественной школе. В данный момент занимаюсь ирландскими танцами. Буду чем надеяться поступить в военный университет Министерства обороны на военного переводчика. Желаю всем удачи! Анастасия Богданова. Здравствуйте! Я приехала из города Симферополя. Я люблю читать и занимаюсь ирландскими танцами. В будущем хочу стать журналистом. Всем удачи! Синяя Таганова. Я приехала из небольшого городка Козельск. Я люблю читать, занимаюсь ирландскими танцами и играю на кларнете. Участницам сегодняшней игры я желаю удачи! Оксана Слункова. Здравствуйте! Я живу в Подмосковье в городе Подольске. С поступлением в пансион у меня появились новые интересы. Ирландские танцы, плавание и иностранные языки. С огромным увлечением я занимаюсь ирландскими танцами. Я желаю всем сегодня удачной и увлекательной игры! Анастасия Барломова. Здравствуйте! Я из города Фокина Приморского края. Увлекаюсь музыкой, хорошими книгами, играю на скрипке. Желаю всем участницам увлекательной игры и удачи! Дарья Бутагарина. Всем привет из Оренбурга! Я занимаюсь волейболом, увлекаюсь иностранными языками и также люблю рисовать. Думаю, сегодняшняя игра будет очень интересной и увлекательной. Всем желаю удачи! Анастасия Борщева. Здравствуйте! Я приехала из города Владивостока. Увлекаюсь игрой на скрипке и уже 10 лет занимаюсь шахматами. Обожаю иностранные языки, такие как французский, немецкий и английский. Всем желаю увлекательной игры и удачи! Юлия Ларенова. Здравствуйте! Я приехала из города Ярославль из семьи военных. Раньше занималась плаванием спортивными и бальными танцами. Сейчас увлекаюсь музыкой. Играю на саксофоне, как сольно, так и в составе оркестра. В будущем хочу поступить в военный университет на факультет международных отношений. Также хочу выиграть в этой игре и пожелать всем удачи! И Алена Алытова. Здравствуйте! Я родилась в Чите, в Забайкальском крае. И всю жизнь я прожила в условиях сурового севера. Я увлекаюсь иконным спортом, ирландскими танцами, люблю читать и рисовать. На этой игре, как и все, и впервые. Но хочу пожелать всем удачи и, конечно же, вера в себя. Итак, у нас последняя отборочная игра. Перед вами на игровом подиуме воспитанница Московского кадетского корпуса, пансиона-воспитанница Министерства обороны Российской Федерации. Пожелаем девчонкам удачи и начнем игру! Всем, кто хочет попробовать свои силы в игре «Самый умный», вы можете зарегистрироваться на нашем сайте умный.тв. Играйте с нами! Ну что ж, уважаемые воспитанницы, милые дамы, давайте я расскажу вам о правилах сегодняшней игры. В первом раунде я задам вам 18 обязательных вопросов. К каждому вопросу предлагается 4 варианта ответа, из которых только один правильный. Шестеро лучших пройдут во второй раунд нашей игры, где определится тройка, которая попадет в финал, где и разыграется титул самого умного. Точнее, самой умной. А скажите, пожалуйста, вот в мужских кадетских корпусах, когда я им говорила «Все готовы», они мне отвечали «Так, точно!». А что делают девушки, когда им говорят «Все готовы?» Да! То есть они не говорят «Так точно!» Нет! Ну тогда 3-4 «Все готовы?» Да! Тогда мы начинаем первый раунд! Внимание, первый вопрос. Кто из этих сказочных поросят участвовал в охоте на слонопотама? Фунтик, Пятачок, Наф-Наф или Хрюша? Кто из этих сказочных поросят участвовал в охоте на слонопотама? Дарья Макарова. Хрюша. Абсолютно верно, Пятачок, конечно. Пух оглянулся... Дарья, а почему вы говорите «Хрюша», а нажали на Пятачка? Вопрос. На самом деле это Пятачок. Понятно. А кто может объяснить, почему это Пятачок? Это ведь было в прошлый день Винни-Пух. Абсолютно верно. Пух оглянулся кругом и, убедившись, что никто не подслушивает, сказал весьма торжественным тоном. «Пятачок, я что-то придумал!» Что-то придумал Пух. Я решил поймать слонопотама. И десять игроков справилось с первым вопросом. Второй вопрос. От какого драгоценного материала получила неофициальное название Калининградская область Российской Федерации? Коралл, жемчуг, янтарь или алмаз? От какого драгоценного материала получила неофициальное название Калининградская область Российской Федерации? Что скажет Алена Алыкова? В Калининградской области находит янтарь. Янтарь, правильно ответ. И одиннадцать игроков справилось с заданием. Третий вопрос. Какая из этих древнегреческих богинь традиционно изображается в доспехах и с копьем в руке? Деметра, Афина, Ирида или Персифона? Какая из этих древнегреческих богинь традиционно изображается в доспехах и с копьем в руке? Кто знает богиню справедливой войны и мудрости? Пожалуйста, Юлия Ларионова. Это Афина. Правильный ответ. Афина. Конечно, в честь нее назвали Афины. И, наконец-то, все справились с заданием. Четвертый вопрос. Героиня пьесы какого драматурга произносит вставшую крылатой фразу? Счастливые часов не наблюдают. Антон Чехов, Александр Островский, Александр Сумароков или Александр Грибоедов? Героиня пьесы какого драматурга произносит вставшую крылатой фразу? Счастливые часов не наблюдают. Что скажет Эльвина Лукманова? Это произведение Александра Грибоедова. Правильно. Софья Фамусова в ответ на замечание служанки сказала... Счастливые часы не наблюдают. Абсолютно верно. И все справились с заданием. Пятый вопрос. Это фото-вопрос. Смотрим все на экран. Как называется это растение, которое после Отечественной войны 1812 года в России прозвали Ухо Наполеона, Бегония, Мимоза, Гладиолус или Фикус. Как называется это растение, которое после Отечественной войны 1812 года в России прозвали Ухо Наполеона. Анастасия Борщева. Это Бегония. А кто-нибудь знает почему? Возможно, что это растение завез Наполеон из Франции. У французов было очень много людей, которые отморозили уши, потому что в России просто было холодно, они к этому не были готовы. Соответственно, так как по форме он напоминает ухо, его и прозвали Отмороженным Ухом. Правильный ответ. Бегония. Латинское название. Восемь игроков справилась с заданием. Я перехожу к шестому вопросу. Во время какой войны прославилась сестра Милосердия Дарья Михайлова? Крымская, Семилетняя, Ливонская или Северная? Во время какой войны прославилась сестра Милосердия Дарья Михайлова? Что скажет Анастасия Варламова? Это Крымская война. Дарья Михайловна также известна, как Дарья Севастопольская, участвовавшая в его обороне. Абсолютно верно. Десять игроков справилась с шестным вопросом. Перейдем к седьмому вопросу. Какая из этих строк является эпиграфом к симфонической фантазии Сергея Рахманинова «Утёс»? Буря мглою небо кроет. Еще в полях белеет снег. Ночевала тучка золотая. Или белеет парус одинокий. Какая из этих строк является эпиграфом к симфонической фантазии Сергея Рахманинова «Утёс»? Что скажет Ксения Таганова? Ну, это стихотворение «Утёс». Его написал Михаил Юрьевич Лермонтов. Оно начинается так. Ночевала тучка золотая. На груди? Утёса великана. Правильно, да! Все справились с заданием! Восьмой вопрос. Какое из этих веществ при нормальных условиях является твёрдым? Аргон, натрий, кислород или азот. Какое из этих веществ при нормальных условиях является твёрдым? Оксана Слынко. Я считаю, что это натрий, так как это металл, а всё остальное – это газы. Абсолютно верно. Да, и на этот раз 11 игроков справилось с заданием. Первые восемь вопросов первого раунда позади. По правилам нашей игры мы смотрим на турнирную таблицу, чтобы понять, как все стартовали, и есть ли среди нас лидеры, которые правильно ответили на все восемь вопросов. Таких девочек у нас четверо. Это Алина Шуйна, восемь баллов, не одной ошибки. Эльвина Лукманова, восемь баллов, не одной ошибки. Дарья Макарова, восемь баллов, не одной ошибки. И Ксения Таганова, тоже восемь баллов, не одной ошибки. У шестерых игроков по семь баллов, у двоих шесть баллов. Через несколько минут мы продолжим этот поединок, и вы узнаете, кто на этом игровом подиуме будет по-настоящему претендовать на звание самого умного кадета, пусть даже они и девчонки. Вы смотрите игры самых умных в эфире турнир кадетов. На подиуме учащийся московского пансиона, воспитанец Министерства обороны Российской Федерации. Идет последний отборочный поединок. Сыграно восемь вопросов первого раунда. Смотрим турнирную таблицу, каковы первые результаты. Есть четыре абсолютных лидера. Девочки, которые правильно ответили на все первые восемь вопросов. Алина Шуина, восемь баллов. Эльвина Лукманова, восемь баллов. Дарья Макарова, восемь баллов. И Ксения Таганова, тоже восемь баллов. С этим идут шесть девочек, у которых по семь баллов, у двоих шесть баллов. Последующие десять окажутся для вас решающими, поэтому я желаю вам удачи. Соберитесь, продолжаем игру. Я задаю девятый вопрос. Внимание! Как называется сокращение в тексте литературного произведения? Банкнота, купюра, ассигнация или монета? Как называется сокращение в тексте литературного произведения? Что скажет Дарья Бутагарина? Сокращение в тексте литературного произведения называется купюра. Абсолютно верно. Купюра, правильный ответ. И десять игроков справилась с заданием. Десятый вопрос. Это фото вопрос, смотрим на экран. Какую фамилию носила боярыня, изображенная на первом плане этой картины Василия Сурикова? Тараканова, Лопухина, Морозова или Нарышкина? Какую фамилию носила боярыня, изображенная на первом плане этой картины Василия Сурикова? Александра Кузьмина. Я считаю, что это барыня Морозова. Абсолютно верно. Представительница семейства староверов. Фамилия ее была Морозова, а имя ее было Феодосия. Все справились с заданием. Одиннадцатый вопрос. Авторская рукопись какого из этих произведений была напечатана на пишущей машинке? Король Лир, Робинзон Крузо, Путешествие Гульвера или Приключения Тома Сойера. Авторская рукопись какого из этих произведений была напечатана на пишущей машинке? Что скажет Алина Шуина? Ну, Король Лир, Робинзон Крузо и Путешествие Гульвера – все более ранние произведения. А Приключения Тома Сойера было написано в более позднее время, когда появились пишущие машинки. Абсолютно верно. Десять игроков справилось с заданием. Двенадцатый вопрос. Полет какого насекомого дал название этому отрывку из оперы Николая Римского-Корсакова? Музыкальный вопрос. Полет какого насекомого дал название этому отрывку из оперы Николая Римского-Корсакова? Шмель, комар, муха или стрекоза? Полет какого насекомого дал название этому отрывку из оперы Николая Римского-Корсакова? Что скажет Алена Алыкова? Я думаю, что это шмель. Правильно. Потому что это полет шмеля. Потому что царевна лебедь Гвидона превращала в разных насекомых, в том числе и шмеля. Правильный ответ – шмель. И как вы думаете, что у нас происходит? Что? Все справились с заданием. Тринадцатый вопрос. Какой из этих математических терминов происходит от греческого слова, означающего перпендикулярный? Гипотенуза, катет, медиана или биссектриса? Какой из этих математических терминов происходит от греческого слова, означающего перпендикулярный? Анастасия Варламова. Я думаю, это катет, так как катеты пресекаются под прямым углом. А прямой угол, соответственно, образует катеты. Ну, это правильный ответ. И одиннадцать игроков справилась с заданием. Четырнадцатый вопрос. Это фото-вопрос. Все вместе давайте посмотрим на экран. Какую музу изображает эта статуя? Клио, Мельпомена, Терпсихора или Урания? Какую музу изображает эта статуя? Что скажете, Дарья Бутагарина? Я думаю, Терпсихора, так как это была муза хорового пения и танца, и она изображалась с Лирой. Да, правильно, абсолютно верно. Терпсихора десять игроков справилась с заданием. Это был четырнадцатый вопрос. Давайте сейчас посмотрим на турнирную таблицу, каковы наши первые результаты. Итак, Алина Шуина набрала четырнадцать баллов. Дарья Макарова набрала тоже четырнадцать баллов. И Ксения Таганова им не уступает, у нее тоже результат в четырнадцать баллов. Это три девочки, которые правильно ответили на все вопросы. Что происходит дальше? У Александры Кузьминой тринадцать баллов. У Оксаны Флунко тринадцать баллов. У Анастасии Варламовой тринадцать баллов. У Дарьи Бутагариной тринадцать баллов. У Анастасии Борщовой тоже тринадцать баллов. У двух девочек двенадцать баллов, у одной одиннадцать, у одной девять. Девочке нам осталось ответить на четыре обязательных вопроса первого раунда. Они будут решающим. Пятнадцатый вопрос. Это фотовопрос смотрим на экран. В какой части Великобритании была выведена эта порода собак? Англия, Уэллс, Шотландия или Северная Ирландия. В какой части Великобритании была выведена эта порода собак? Анастасия Богданова. Это была Шотландия. Кто-нибудь знает, как эта собака называлась? Скотч-терьер. Абсолютно верно. Скотч-терьер и одиннадцать игроков справилась с заданием. Правильный ответ был Шотландия. Шестнадцатый вопрос. Какая из этих писательниц, по мнению Авраама Линкольна, развязала гражданскую войну в США? Астрид Линдгрен, Гарриет Бичерстоу, Джоан Гроулинг или Джейн Остин? Какая из этих писательниц, по мнению Авраама Линкольна, развязала гражданскую войну в США? Что скажет Алена Лыкова? А я думаю, что это Гарриет Бичерстоу, потому что она писала произведение «Хижина дяди Тома», которая развязала гражданскую войну. Поэтому, когда Авраам Линкольн с ней встретился лично по знакомству, он пожел ей руку и сказал, а, так вы и есть та самая маленькая женщина, которая своим произведением развязали гражданскую войну. Да, правильно, Гарриет Бичерстоу, одиннадцать игроков, справилась с шестнадцатым вопросом. Семнадцатый вопрос. Какая императрица является героиней этого фильма? Это царь. Куда тебе царь? Это сам Потемкин. Какая императрица является героиней этого фильма? Екатерина Первая, Анна Яновна, Елизавета Петровна или Екатерина Вторая? Какая императрица является героиней этого фильма? Оксана Слунко. Я считаю, что это Екатерина Вторая. Почему? Мне кажется, это фильм «Вечеря на хуторе Близди Каньки». И в это время правило Екатерина Вторая. Да, это Екатерина Вторая, одиннадцать игроков, справилась с предпоследним семнадцатым вопросом. Восемнадцатый вопрос, девочки. В каком из этих городов сооружен памятник Ярославни, жене Новгород-Северского князя Игоря? Чернигов, Путивль, Тверь или Сузды? В каком из этих городов сооружен памятник Ярославне жене Новгород-Северского князя Игоря? Эльвина Лукманова Я опиралась на произведение князь Игорь Бородина, там есть картина города Путивля Плач Ярославный, есть там такие слова Ярославна рано утром плачет в Путивле на городской стене Путивль, правильно был ответ, и у нас 9 игроков справилось с 18-м последним обязательным вопросом Ну что ж, настало время объявить шестерых полуфиналисток Есть хорошая новость, их у нас нет Потому что в полуфинал пока проходит только двое игроков Причем проходит как? С абсолютным результатом Не допустив ни одной ошибки Арина Шуина, 18 баллов И Ксения Таганова, 18 баллов Ни разу не ошиблись Что происходит дальше? Шестеро игроков набрало по 17 баллов У двоих игроков 15 баллов У одной 13, у одной 12 Девочка, я вам начинаю задавать дополнительные вопросы Потому что мне нужно определить еще четверых полуфиналисток сегодняшней игры Внимание, собрались вперед 19-й дополнительный вопрос Название какого из этих дворянских титулов буквально означает всадник? Герцог, виконт, маркиз или шевалье Название какого из этих дворянских титулов буквально означает всадник? Юлия Ларионова Я думаю, что это шевалье Абсолютно верно, потому что в этом слове есть тот же корень, что и в названии Известного всем рода войск, использовавшего лошадей Кавалерию я имею ввиду 9 игроков справилось с этим заданием Никаких изменений в стане лидеров 20-й дополнительный вопрос Какое из этих пресных озер самое большое по площади? Байкал, Титикака, Виннипек или Антарио? Какое из этих пресных озер самое большое по площади? Что скажет Александра Кузьмина? Если брать систему, в которую входит озеро Антарио, то оно будет самое большое по площади А если брать единичное озеро, то это будет Байкал Абсолютно верно Площадь этого озера 31 тысяча квадратных километров Все справились с заданием Никаких изменений в турнирной таблице, кроме того, как все добавили по одному баллу Как девчонки-то играют, а? Молодцы! 21-й дополнительный вопрос Женой правителя какой страны была царица? Нефер, Неферу, Атон Турция, Индия, Китай или Египет? Женой правителя какой страны была царица? Нефер, Неферу, Атон Анастасия Богданова Этого, она была царицей Египта Ее звали? Нефер, Нефер, Неферу, Антон Ах, ты бы знаешь, да, пожалуйста, да Нефертити Абсолютно верно, конечно, это Нефер, Неферу, Атон, Нефертити И все справились с заданием Нет, ну если вы просто не хотите со мной расставаться Вы так и скажете, вы что, все планируете в первом раунде со мной остаться? 22-й дополнительный вопрос? Какая женщина-космонавт первая совершила выход в открытый космос? Валентина Терешкова Марша Айвинс Светлана Савицкая Или Пегги Уитсон Какая женщина-космонавт первая совершила выход в открытый космос? Что скажет Александра Кузьмина? Я думаю, это Светлана Савицкая В 1984 году 3 часа Светлана Савицкая находилась в космосе На этот вопрос правильно ответила Шестеро девочек Давайте посмотрим на турнирную таблицу, какие изменения произошли Встанье лидера в небольшое сокращение Теперь 21 балл у Александра Кузьминой 21 балл у Оксаны Шунько Анастасия Варламова набрала 21 балл Дарья Бутагарина набрала 21 балл И Анастасия Борщова тоже набрала 21 балл 23 дополнительный вопрос От названия какого животного получили наименование брюки Элемент парадной формы российских офицеров в 19 веке Лось, бык, лошадь или свинья От названия какого животного получили наименование брюки Элемент парадной формы российских офицеров в 19 веке Скажите, пожалуйста, Анастасия Борщова Это лось, так как элемент парадной формы российских офицеров Это лосины Абсолютно верно И все справились с заданием Борьба продолжается Причем она уже довела нас до финальной точки дополнительных вопросов Это 24 вопрос девочки Больше дополнительных вопросов нет В каком из этих российских городов находится мост Европа-Азия? Ярославль, Хабаровск, Оренбург или Пенза? В каком из этих российских городов находится мост Европа-Азия? Оксана Сланко Это, разумеется, Оренбург Так как он находится на границе Европы и Азии Дальше продолжайте Что сейчас произошло? Все ответили правильно? Абсолютно верно Да, все справились с заданием Могу ли я прямо сейчас определить четверых полуфиналистов? Нет Потому что у нас лидирует Александра Кузьмина 23 балла Оксана Сулко 23 балла Анастасия Барламова 23 балла Дарья Бутагарина 23 балла И Анастасия Барчева тоже 23 балла Обратите внимание, дорогие телезрители Девочки набрали 23 балла из максимальных 24 То есть только на один вопрос Каждая из них ошиблась И все, можно сказать, вровень пришли к финалу этих вопросов Дополнительный гейм, как он выглядит Я сейчас предложу вам слова, которые вам нужно будет связать попарно Например, девочки, смотрите Птица и песня Понятно, что сова ухает, воробей чирикает Ворона каркает, утка крякает Те из вас, которые в соответствующем порядке первыми справятся с заданием Пройдут в полуфинал Важно оказаться в первой четверке Саша, Оксана, Настя, Дарья, Анастасия Вам нужно связать попарно Порт и страну Время пошло Есть первый ответ, есть второй ответ Третий ответ Для начала, как нужно было правильно связать попарно, порт и страну Ну, каждому понятно, что Йокогама может быть только в Японии Кданьц в Польше, Венеция в Италии, а в Китае Гонконг Давайте для начала вспомним тех двух девочек, которые уже беззаговорочно прошли в полуфинал Кто это? Это у нас в первую очередь Алина Шуйна и Ксения Таганова А по результатам дополнительного гейма пройти все вопросы и все задания также в полуфинал проходят Анастасия Варламова Аксана Слынко Анастасия Борщева И Александра Кузьмина Что касается остальных девочек Я таких хорошеньких девочек давно не видела Честно говоря, про ваш пансион ходят легенды И очень хотелось увидеть вас живьем, как вы выглядите Я вам честно скажу, так мало кто играл Потому что вот так дойти до конца Использовать все вопросы И только в последний момент определить четверых полуфиналистов Могли не все Спасибо вам за роскошную игру И давайте начнем болеть за ваших подруг Которым предстоит серьезное испытание Во втором раунде турнира Самый умный кадет В эфире турнир Самый умный кадет Идет последняя отборочная игра На подиуме учащийся Московского пансиона Воспитанец Министерства обороны Российской Федерации Пришло время второго раунда И начнем мы его, как обычно, с дешифровщика Что это такое? Вам будет предложено слово, зашифрованное в виде комбинации цифр Так же, как и на кнопках телефонного аппарата Например, молочный продукт из пяти букв Под четверком может быть разная буква, но вам нужна буква К По двойкой Е, по семеркой Ф, по тройкой И и по шестеркой Р То есть молочный продукт, который мы вам загадали, это кефир Итак, кто первым справится с заданием Будет стоять за первым игровым пультом Второй за вторым, третий за третьим и так далее Девочки, вы готовы? Да Итак, внимание, вот ваше задание Это часть цветка, состоящая из восьми букв Время пошло Есть первый ответ, есть второй ответ Есть третий ответ, есть четвертый ответ Если Ксения Таганова исправит вторую букву, то будет и пятый ответ Но уже есть пятый ответ Девочки мгновенно отгадали часть цветка, состоящую из восьми букв Это, конечно, лепесток И стартовать в полуфинале наши девочки будут в следующем порядке Первая Алина Шуйна Вторая Анастасия Борщева Третья Оксана Слунько Четвертая Анастасия Варламова Пятая Александра Кузьмина И шестая Ксения Таганова Сегодня мы вам предлагаем следующие категории знаний Это география, животные, искусство, история, кино, литература, математика, мода, музыка, профессии, русский язык и секрет Я буду читать вам вопросы, и одновременно они будут появляться на экране Вам нужно дать как можно больше правильных ответов за одну минуту Те трое из вас, которые наберут максимальное количество баллов, пройдут в финал Все понятно? Тогда мы начинаем второй раунд! По результатам дошифровщика первой борьбы уступает Алина Шуйна Здравствуйте, Алина Здравствуйте Вы учитесь в пансионе для девочек, правильно? Да Как вы там оказались? Как он выглядит? Чем он отличается от обычного учебного заведения? Однажды я прихожу домой, и мне папа говорит, что пришла на военкомат повестка, что можно поступить в пансион В пансион как раз исполнился год ровно, и как раз из нашего городка было две девочки И они мне все так красочно расписали, что у меня прям глаза загорелись Что вас удивило в первую очередь? Что там такого особенного? В первую очередь меня удивила обстановка Там входишь в пансион, и там парк, так фонтан, так красиво все А что касается образования, оно чем-то принципиально отличается? Углубленное изучение всех предметов Также там есть дополнительное образование, там 20 видов спорта, любой на выбор Там школа стиля, где нас учат прическам, макияжу, подбирать себе одежду На технологии мы не просто раз в неделю шьем, а шьем себе одежду, платья какие-нибудь, какие захотим То есть получается, что вас готовят не к военной карьере? Ну, кто-то хочет, если кто-то хочет поступать на военного, то пожалуйста А что значит 70 предметов одежды? Объясните, что в это входит? Ну, входит школьная форма, джинсовая одежда, повседневная одежда, спортивная одежда Ну, там в каждый из разделов входит много предметов достаточно То есть, когда вы поступаете, вам весь этот комплект выдают? Да Прежде чем мы перейдем к категории, я только один вопрос не могу вам не задать Ну, неужто вам мальчиков не хватает? Ну, не хватает, конечно, но у нас устраивают дискотеки А, и они приходят? Да, суворовцев привозят, суворовцев, кадетов А где самые интересные кадеты? Ну, кому как Для... Ну, например, маленькие говорят СВУ Нашему некоторым нравятся кадеты Кому-то нравится тоже СВУ А старшим в основном ВМУ Это кто? Военно-музыкальная Хорошенькие? Ну, да Ну, выбирайте категорию Давайте русский язык Вы выбрали русский язык, у вас есть ровно одна минута, и она начинается прямо сейчас Какая форма дательного падежа у числительного в 45-му? Абсолютно верно Глагол какого наклонения не используем в строке, не бойся я с тобой Правильно Какой часть речи является словом? Правильно А с какого существительного образования? Меньшительное слово Правильно Какая форма прошедшего времени? Женского рода Правильно Правильно Какого российского города? Воронежском Правильно Какой корень Сочистительный Подводник Да Слава Какой часть речи отвечают на вопрос С какой степени? Правильно Какое слово является вообще очень вопрос? Я люблю тебя Правильно Сколько Родители Обозначают Правильно Числительное Какого разряда Отмечают Вопрос Порядков Правильно Какое слово является Подлежащим Приложением Сын Будет генералом Правильно Сколько безударных Слагов Слове Три Правильно Какой звук Обозначает Мухой Ю В слове Влюк Правильно Какому русскому имени Совет Каталянское имя Правильно Какое слово Является Зависимым Словом Сочетание Старо Классно Да Какая Правильно Какое слово Является Причастие В слове Правильно Какая Буква Является Непроизвестенной Приложением Неизвестной Року Акгрибиатура Обозначается Понятие Медицинская Служба Правильно У меня Только один Вопрос Можно По порядку Первое Вы К нам Готовились Ну У меня Мама Руссовет У вас Кто Мама Учитель Русского Языка Ну Я хочу Я сказать Что я много Детей Встречала У кого Мама Руссовет Но За все Время Существования Этой Программы А ей Немало Лет Где-то Около Восьми У нас Еще Ни разу Не было Человека Который За одну Попытку Дал 25 Правильных Ответов У меня Учитель Очень Хороший Русского Языка Я ее Очень люблю Она давала Мне много Разных Тестов И Также Мама Давала Тесты Разные И Я Как-то Рада Вы знаете Алина Можно не оправдываться Просто Просто Хочется Помолчать Посмотреть Поразглядывать 25 Ответов Результат Алины Шуйной А в борьбу Уступает Анастасия Борщева Здравствуйте Анастасия Анастасия А как вы оказались В этом пансионе В пансионе О пансионе Я узнала Когда была На одном из соревнований По шахматам Сначала Я не хотела Уезжать от родных От близких Но когда узнала Что в пансионе Достойнейшее образование Просто Бегом Собрала чемодан И уехала А что Скажите мне Дают вам На завтрак Если не секрет На завтрак У нас Большой выбор блюд Несколько Видов Каш Хлопья Мюсли Омлеты Вареники Иногда дают Запеканки Вкусно кормят Да очень Там наверное За фигурой Приходится следить Потому что При такой кормежке И располнить Можно легко Нет Вы знаете У нас Не такие большие порции Ну чтобы у нас Как бы специальная диета За нами следят Наблюдают Чтобы мы не располагаем У вас специальная диета За вами следят Как бы да Потому что получается Что у нас Большинство блюд Они являются диетическими Не имеют в себе Большого количества жиров И при такой большой нагрузке Учебная деятельность Занятия всеми Дополнительного образования Просто некогда Растолстеть А мальчики вам нравятся Которые кадеты Или которые обычные Гражданские? Гражданские А чем гражданские Круче кадетов Если не секрет Как бы гражданских Мальчиков Я вижу реже Чем мальчиков кадетов И они мне просто Не успевают Ну надо есть А кадеты прям Приезжают и приезжают На дискотеке? Да Я так понимаю Да? Они что каждый день Что ли приезжают? Нет Не каждый день У нас существуют Ну существуют мероприятия Как день именинника Ага Там на Новый год Приезжают кадеты На 8 марта Они наверное Представляются Какую скорость К вам приезжают Наверное Передя автобусы Бегут с радостью Ну хорошо Выбирайте категорию Настя Мода Вы выбрали категорию Моду У вас есть ровно Одна минута И она начинается Прямо сейчас Не посетив Какой город Согласно Поиск Нельзя правильно В какой историческом Сириде В 18 В 18 В 18 В 18 В 18 Балет Каблук Резина Черный На голове А вот в Германии Сочи Сочи Сороны Львов Эйди Ашварая Правильно Какая немецкая супермодель Объявил лавутский Новое право Это Клаудия Шифер От какого небесного Светила Получила название Юбка Плёж Правильно Когда появится Дочерью Мадонна Смея Золной Это последний Был вопрос 23 правильных ответа у Анастасии Борщовой Это второй сегодня по величине результат на игре «Самый умный» Здравствуйте, Оксана Здравствуйте, Кина Как вы там оказались в этом пансионе? Я посмотрела примерно в середине пятого класса Передача про пансионы, мне там очень понравилось образование, все окружение И я очень захотела туда поступить А сколько вы встаете? Семь Тяжело? Да нет А во сколько засыпаете? В пол одиннадцатого Режим А на субботу-воскресенье отпускают домой? На воскресенье А что дома самое классное можно поделать из того, чего нельзя делать в пансионе? У меня есть маленькая сестренка, я ее очень-очень люблю и люблю с ней возиться А каким спортом занимаетесь? Я занимаюсь плаванием Вы красивая, подтянутая, очень симпатичная Вы много говорили об ирландских танцах А как они выглядят, эти ирландские танцы? И с кем вы их танцуете, если у вас нет мальчиков? Ну, ирландские танцы, это в основном женские танцы И мы танцуем групповые танцы А, где мальчики не нужны? Ну, а как, если их нет? А когда дискотека, то что? Нам их привозят, и мы танцуем В смысле, вам привозят мальчиков? Да Поняла, выбирайте категорию Литература Вы выбрали категорию литературу, у вас есть ровно одна минута, и она начинается прямо сейчас Какой барон? Герой книг Ростовой, быстрее увольнение косточка Правильно Как в романе «Дюма-три мушкетера» Залюши, лава Кристина по носке Правильно Какой поэме Пушкина есть роман? Полтава Бесни муши, это правильно С помощью какого серебряного оружия Скажем пучу Пушкина Правильно Герой какого романа Герберта Уэллса Сделан Грифинг Это человек-невидимка В каких горах Южной Америки Родился индейк Криф Герой повести Правильно Мастера какого народа Согласно книгам Туркена Выковали меч Правильно Какой сказ Туркена Лиша Электроник Тучи Березы Правильно Все капитана Робинзон Герой роман Джордж Ливер Осталось Лонтмор Понедельник начинается в субботу Вы страшные люди в этом пансионе Честное слово Просто результаты которые вы показываете Это феноменально для игры 19 баллов Браво За все время существования игры Самый умный Я вам скажу честно Я такого не видела Чтобы с такими результатами Дорогие друзья Первая тройка Игроков использовала Свои первые полуфинальные попытки Стоит вторая тройка И я честно вам скажу Мне страшно Прежде чем эта тройка Вступит в борьбу Давайте переведем дух Через несколько минут Мы продолжим турнир Самый умный кадет Вы смотрите игры самых умных В эфире последний отборочный поединок турнира Самый умный кадет Играет учащийся Московского пансиона Воспитанец Министерства обороны Российской Федерации Идет второй раунд Трое игроков используют Свои первые полуфинальные попытки Вы понимаете Что меня потом все будут обвинять Никто не поверит Что вы сами так отвечаете Пожалуйста Вот сейчас наступила очередь Анастасии Варламовой Анастасия Перед лицом всех телезрителей Скажите правду Что я этих девочек вижу впервые Нас с ними ничего не связывает И они сами показывают Такие результаты Да? Да, клянусь Спасибо И знаешь, посмотришь Вы прям красавица русская Прям вот просто Вот посмотришь Глаза небесные Коса русая Рыжеватая Что вы там делаете? В прошлом году Мама пришла в часть Сообщение о том Что можно Ну есть набор Пансион воспитанниц И мы решили попробовать Свои силы А мама в какой части работает? Военной А что она там делает? Она старший матрос Я понимаю, мама учитель Я понимаю, мама врач Я понимаю, мама педагога Английского языка Но мама матрос Это потому что Это оригинально А это потому что Вы из Приморья? Потому что там много женщин Вообще выбирают такие Мужские профессии? Да, ну вот В городе где я живу Очень много Потому что это военный городок А вас там учат шить Вязать? Да И что вы умеете? Шить, вязать Прям шить Вот прям платье можете шить? Платье можем Прям сама? Ну под руководством Педагогов конечно можем А готовить тоже? Да Подождите, а куда вы со всем этим навыком И потом все пойдете? Во взрослую жизнь Во взрослую жизнь? То вы понимаете, что за вами охота будет идти А скажите, пожалуйста А вас стрелять там мучат? Нет, к сожалению Ну когда мы выезжали В весной в лагерь военный Мы и стреляли там И автоматы собирали И разбираем Слава богу А вас застаивает, да? Что не каждый день автомат собираешь И разбираешь И много Вы скажите При этом на музыкальных инструментах играете? Играю На чем? Ну я давно с детства занималась скрипкой Ну и фортепиано естественно Потом зимой меня учили играть на гитаре Ну хватит меня унижать Здесь я играю на кларнете А вы книжки успеваете при этом читать? Конечно Какую книжку вы прочитали последнюю? Последнюю Гидом и Пасан Сборник рассказов Выбирайте категорию Музыка Итак, внимание Вы выбрали категорию музыка У вас есть ровно одна минута И она начинается прямо сейчас Какая торжественная письма Начинается словами Правильно Клён Клён Отец Эксера Эксера 5-4 Соль Морс Эксер Моя Катюша Опер Опер Отец, Отец, Шахтиана, Твайна Эмир, Петр Первый, Малайка, Гена, Чистушки, Натон, Золотый Псушок, Витон, Германия, Вилангский, Контрабас, Контрабас, Агусин, Алиса, 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 Алиса Эта игра рассчитана на нормальных людей. То есть она не была рассчитана на вас. То есть никто не знал, что приедут девочки из пансиона, воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации, и окажется, что 8 лет игра шла, не рассчитанная на таких людей, понимаете? То есть не было еще таких людей, не было потребности, понимаете, по 40 вопросов за одну минуту задавать. Вы точно все нормальные? Мне не мерещатся? Нет. Я не сплю? Нет. У меня не глюки? Нет. Вы мне так сделаете, чтобы я посмотрела? Я реагирую. Все, все, хорошо. Анастасия Барламова дала 24 правильных ответа. Может это потому, что, Саша, у вас там мальчиков нету? Просто объясните, ну ладно, ну так же не бывает, ну ладно на одной, понимаете, там волшебство, ну на второй, ну на третьей, ну на четвертой. Ну, эти пансионы отличаются от обычных школ. Там углубленные знания, изучение, подробный материал. Ну прекратите, сколько в Москве школ с углубленным знанием и изучением? Ну они же не называются пансион. То есть вы там все время сидите и занимаетесь? Нет, почему? У нас в день по три, по четыре пары, как в институтах, в принципе. И после этих пар у нас дополнительное образование или свободное время. Слушайте, а у вас родители военные? У меня папа военный. А объясните мне, а вот вы все-таки, ну как бы, вы благородная девица получается, то есть вас учат держать спину, вас учат правильно разговаривать, то есть вы что, вообще не ругаетесь? Можно я не буду отвечать на этот вопрос? Ну, тем не менее, то есть спинку вы держать можете? Да. И точно никто не курит? Точно. Вот насчет этого я могу точно сказать. Прямо вот точно? Точно. А скажите, а вот, например, там элементарные какие-то вещи, ну когда вот оказываешься во взрослом состоянии в ресторане, ну не всегда знаешь, какую вилку, в какой руке, какой нож, особенно когда прибором много. У нас для этого есть предмет, этикет. И чему там учат? Там вот как раз учат пользоваться приборами настольными, как нужно правильно сидеть, держать осанку. Как нужно класть там приборы по окончанию, трапезы и так далее. Вот вы когда возвращаетесь в обычную жизнь, вы проблем в коммуникации не ощущаете? Нет, да, я вижу разницу между своими одноклассниками, бывшими, разницу как бы в развитии и так далее, в интересах, изменились, очень сильно изменились у всех интересы. И это очень заметно, по сравнению с другими образовательными школами. А себя уважать начинаешь больше? Да. Выбирайте категорию, Саша. Животные. Итак, внимание, вы выбрали категорию животные, у вас есть ровно одна минута, и она начинается прямо сейчас. Внимание, время пошло. Какая речная хищная рыба дала название советской поднодной лодки? Правильно. На какой боевой животной везде надевали запеки весом? Правильно. Какая порода собак была названа в честь на нас? Сверхозь верстола. Правильно. Человеки на общественных животных сооруживают... Человеки и пасеки. Правильно. На каких лишних горбатых животных... Верблюды. Вспорт были в кавалерии. Правильно. В какой природной зоне Азии обитает песчаная эма? В пустыне, в пустыне. Правильно. Сколько пальцев на переднюю лаву? Пять. Пеу, мартыш, кита. В каком классу животных принадлежатся ищельские? А, не переселено водные. Правильно. Какая змея, обитающая в реке Арина, около Авитофира? Анаконда. Правильно. В какой опасной стране находится зоопарк Гизы? Гизы. Это правильно. На какой части певы у серого кита находится... На головной. Правильно. У каких тамаших животных происходит процесс оборудования? Это правильно. Как называется передняя наружная волка? Роговица. Глаза у волка. Правильно. На каком южном материке распространена исполинская сумка? Австралия. Правильно. Какая камера, кроме луточков, входит в сердце? Правильно. Как называется самая крупная рыба атлантическая? Китовая курка. Правильно. Какие патронные образования у орла имеют перья? Разновидность. Правильно. В каком полушарии относительно экватора гнездится европейская? Северная. Правильно. Какая полка обратная? Напиши. Окей. Может увеличить. Правильно. Как называется молодняк, камышевый, шапы? Это... Голова стики. Голова стики. Голова стики. Вы как-то быстро ответили. Да. 19 правильных ответов у Александра Кузьминой. Ксения, вы меня знаете? Да, конечно. Но вы же про меня, наверное, до игры слышали? Конечно. Вы понимаете, что я люблю поговорить? Да. Вы понимаете, что это редкий случай, когда я не могу говорить, хочется просто молчать? Как вы оказались в пансионе? Я приехала в пансион, задала экзамены и поступила. На чем вы играете? На кларнете, на фортепиано. Какие языки вы изучаете? Первый английский, второй французский и как дополнительный я взяла немецкий язык. Вы готовить умеете? Да. Прям хорошо? Ну, может быть. Вы шить умеете? Вышивать. Ну, в принципе, шить тоже. И вышивать, и вязать? Нет, вязать я не умею. Слава богу. Какая радость! Вы не умеете вязать. Это радостное событие. Вообще мальчиками интересуетесь? Ну так. Не то чтобы. Вообще нет? А как дела? Сейчас на первом месте учеба и школа, и музыкальная школа. Вообще дополнительное образование сейчас занимает много времени, что даже думать ни о чем лишнем не успеваем. Я просто так тянула, чтобы отдохнуть чуть-чуть, потому что страшно. Выбирайте категорию. География. Вы выбрали категорию география. У вас есть ровно одна минута. Я вас не боюсь. И она начинается прямо сейчас. На каком отзирике протекает река Миссисипи? Южная Америка. Северная Америка. С переходу через какие горы посвящена мозаика? Правильно. На какую великую пустыню Африки? В 19-м веке растекла? Правильно. В каком государстве расположена конструктура Нагасаки? Правильно. На уроженском какой страны был полимбалователем? Да. Какой объект на злографии? Электростанция. В 19-м веке, в 19-м веке. Уголовок получил на основе государство Боливия? Правильно. В какой реке у Индии? Наскроем. Правильно. На какой полуострове Югова расположен город Фолку? Пиренейский. Правильно. Каким природным объектом США является Схера-Невада? Это? Ну, что это? Горы дальше? У берегов какого материка происходит 2 месельска? Афгад. Правильно. С одним веке. Китай граничит по реке Уссури. Россия. Молодец. Браво. Киня Таганова набирает 20 баллов Это девочки абсолютно новой модификации Девочки, которые могут показывать результаты, несвойственные нормальным людям Алина Шуина 25 баллов Анастасия Варламова 24 балла Анастасия Борщева 23 балла Киня Таганова 20 баллов Оксана Свинков 19 баллов И Александра Кузьмина 19 баллов Дорогие телезрители, мне не страшно, я не боюсь Я прорвусь и доживу до второй полуфинальной попытки И сумею вам, несмотря на те трудности, которые возникли передо мной, назвать имена троих финалисток Мне будет трудно, поддержите меня В эфире турнир «Самый умный кадет» Идет последний отборочный поединок Сыграно половина второго раунда Смотрим на турнирную таблицу Пьем валерьянку, переводим дух, запасаемся стаканами с водой Алина Шуина 25 баллов Анастасия Варламова 24 балла Анастасия Борщева 23 балла Синя Таганова 20 баллов Оксана Свинков 19 баллов И Александра Кузьмина 19 баллов Пожалуйста, Алина, скажите, вы кто? Где вы учитесь? Я девочка Где вы учитесь? В пансионе В каком? В воспитании в Министерстве обороны Российской Федерации Хорошо, выбирайте Профессии У вас есть ровно одна минута, и она начинается прямо сейчас Как называются рабочие, занимающиеся буквами встали? Правильно Каких животных использовали для веховой езды, ковбой дикого запада? Лошади Куда старых повозках начинали бросали ухо? Правильно Какой-то обычный инструмент из революции В арсенал, лесоруба, топор От фамилии какого ювелира получили название сеглятора? Агастразы Правильно Агастразы Какая специализация была у легендарного стрелка Василия Зайцева? Дальше Ужду снайпер Из какой арбейского языка пришло название профессии сапер? Профессии Правильно Какой образец не в сфере моды прославилась Миранда Кер? Брекечица Правильно Нет никакого русского поэта посвящен в музее в деревне Коплина? Бушкина Правильно Какая городская управленческая должность в Турции именуется? Башкан Правильно Как называются люди, добывающие бурый уголь? Это шахтеры Правильно В каком виде спорта прославилась любезная чемпионка Татьяна Наскоперна? Как называются близнодорожные служащие, обеспечивающие посадку? Это проработник Королева какого государства пожаловала рыцарству архитектуру Норму Ролл Фостеру Герой сказки Пушкина был нужен работник, повар, понюх и плотник Правильно Как называются специалисты под обучи и произведение Спасите Правильно Ответок он уже нужен 50-й с картиной Василия Жанна Кружевница Правильно Слава Богу, вам хватило вопросов 11 правильных ответов Приносит вам в сумме 36 баллов Браво Блестящий результат 36 баллов Следующую борьбу уступает Анастасия Борщева Выбирайте Кино Выбрали категорию кино У вас есть ровно одна минута Она начинается сейчас Внимание, блин, пошло За ловлю каких-то мягающих насекомых Был на карте Лечи 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 Темина Лечи Лечи Правильно, как он фильм сражал друг друга. Ваш музей. Это фанаты музея. Правильно, как убит из-за меня свою жизнь. Главный герой фильма «Бократион». Пас. Это после бородинского в каком-то странном государстве Европы. Происходит детстве сериала «Война война». Это Великобритания. Великобритания? Да, правильно, Великобритания. Вы ответ раньше сказали. 17 правильных ответов приносит вам в сумме 40 баллов. Блестящие результаты показывают воспитанницы пансиона Министерства обороны Российской Федерации. Оксана Слынко, выбирайте категорию. Искусство. Вы выбрали категорию искусство. У вас есть ровно одна минута, и она начинается прямо сейчас. Во время какой войны художник Агарийкин создал влага за орудие? Вторая мировая. Правильно. Вверху на каком животом изображается со французских правильных? В каком музее садоведливого хранится картина «Сезанна берега»? Это «Эрмитаж». Какой море изображено на картине Ивана Шишкина у берегов Северского старинка? Правильно. Верно с одним египетским чудом. Среди Антуан Брой изобразил верно мемориал. Какой белорусский церковь герой создан верно? Какой плетен является филе? Встража военно-мостового Рорально. Абронников Волкенского города-герой изобразил на картине художника Ивана Эйнека? Правильно. Какому юбилею Франц-рубок в 1919 году создал панораму Бородинское сражение? Правильно. Какой артистурный элемент на здании Петербургского администрации? Называется «Глой»? Да. Какой музей Парижа хранится картина? Долгу Архабутин Барригатов. Правильно. Из какого медного склава? Отлет памятник Милину и Пожарщему. В Москве это бронза. Взять Ленарвы войсками. Какой страны изобразил Александр Кацегур? Это Россия. Идем дальше. Какой художник-сурреалист написал картину «Пречустия гражданской войны?» Это Сальвадор Дали. Какое животное изображено в скульптурной группе Фонтана? Самсон Петербург. Правильно. Сражение Святого Георгия с каким-то чудовищем изобразил художник Гюстав Муро. Дальше. Это дракон-суправитель представителя какого-то флорентийского рода закатал серию «Пречустия гражданской войны». Битва «Прик». Правильно. 12 правильных ответов приносят вам в сумме 31 баллов. Первые трое девочек использовали свои вторые полуфинальные попытки. Смотрим на турнирную таблицу. У Анастасии Борчевой 40 баллов. У Алины Шуйной 36 баллов. У Оксаны Слынко 31 балл. Я прошу вас, дорогие телезрители, вы только вдумайтесь. У Оксаны Слынко 31 балл, и ей явно этого балла не хватит, чтобы пройти в финал. Вы вообще понимаете, о чем я говорю? Я сама не понимаю, о чем я говорю. Ей 31 балла не хватит, потому что у Варламовой 24, понятно, что она ее переиграет. Ну а уже тут невозможно, знаете, говорить по именам. Надо, чтобы люди знали вас и по именам, и по фамилии, и по адресам, и по координатам. Если они вас в жизни встретят, чтобы обходили стороной. Анастасия, какую категорию вы выбираете? Давайте история. Вы выбрали категорию история. У вас есть ровно одна минута, и она начинается прямо сейчас. Борисов. Борисов. Штык. Борисов. Борисов. Англия. 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 Белая. Француз. Борисов. 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 Австрия. Борисов. 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 давай. Давайте возьмем секрет. Сегодня в секрете у нас зашифрована очень красивая тема. Россия. Я желаю вам удачи. Не сомневаюсь, что у вас получится. Какая фамилия у нынешнего президента России? Медведев. Правильно. В каком месте в России отмечается День Победы? Девятая. Правильно. Как называется главный природоохранный список России? Роман. Роман. Дальше. Идем дальше. К какому виду вооруженных сил в России относятся танковые войска? К Сухопутам. Правильно. Ответ. К какому русскому царю Атаман Ермак отправил известие о покорении Сибири? Класс. Дальше. Это был вам Грозный. В главном виде спорта прославилась российская команда Салават Юлаев. Это хоккей. Неправильно. Какое спортивное звание в России обозначается аббревиатура МФ? Мастер спорта. Идем дальше. В каком российском городе находится Центральный музей вооруженных сил? Это... Ну, правильный ответ. Дальше. При какой Российской империи в России было присоединено Крымское хамство? Ехамство. Правильно. Какой трудовой инструмент изображался вместе с молотом на флаге РСФСР? Молот и серп. Правильно. Руковалка при какой Российской реке является Малая Невка? Дальше. Это Нева. В каком городе России при Петре Первом были заложены адмиралтельские версии? В какой Российской. Это город Санкт-Петербург. Вот перенервничали. Зря нервничали. Восемь баллов приносят вам в сумме двадцать семь баллов. И вы не переигрываете Алину Шуйну. Как дела с математикой? Нормально. Нормально. Знаете, в обычной игре, конечно, когда у людей разница в шестнадцать баллов, я говорю, что давайте просто красиво уйдем с игры. Но в ненормальных играх, как с вами, я желаю вам удачи. Потому что я понимаю, что вы можете переиграть соперницу. Она не пригодится. Итак, внимание. Последняя категория математика и последний игрок Ксения Таганова вступает в борьбу. Давайте ее поддержим. У вас есть ровно одна минута, и она начинается прямо сейчас. Внимание. Время пошло. Чему равен наименьший общий номинатиль, дробей пять, три, пять, четыре, четыре, пять? Правильно. Чему равна сумма всех углов треугольников? Правильно. Сколько капутов? Десяти лошадей? Сорок. Правильно. Чему равен диаметр круга, если его радиус равен пяти метрам? Да. Чему равен угол смежный с углом в сто тринадцать градусов? Шестьдесят семь. Сколько граммов? Четырех с половиной килограммов? Четыре тысячи пятьсот. Правильно. Восколько раз есть килограммов легче? Пятидесяти килограммов? Какой многоугольник является основанием параллельных ситек? Это четырехугольник. Идем дальше. Сколько общих точек у треугольника, вписанной в него окружности? Три. Правильно. Дальше. Какое число равно десятку сотен? Тысячем. Правильно. Какое число, в граби шесть девятнадцатых, является делителем? Шесть сантиметров. Сколько кубических десиметров? Семи литрах. Семь. Правильно. Докольчик может составлять пятьдесят процентов. Соч BYD 35. Чему равен число девятнадцать восемьдесят четвертых, округленное до десятых? Это... Ну, девятнадцать девять. Правильно. В девятдадцать оттемы какой высший разряд в числе? Восемьсот семьдесят шесть. Высший разряд? Восемь. Восемь. Сотними. Дальше. Чему равен числа? Чем у нас в числе 654? Пятнадцать. Правильно. Чуть-чуть не хватило. 12 правильных ответов приносит вам в сумме 32 балла. Вы знаете, мне здесь сложно говорить, что кто-то выиграл, кто-то проиграл. Мне здесь сложно говорить о том, что кто-то прошел финал, а кто-то не прошел. Можно я скажу, как думаю? Вы мне разрешаете? Я хочу вам сказать большое спасибо. Вы потрясающие, умные, образованные, интеллигентные, сильные. Вы знаете, я бы просто мечтала иметь отношение к таким девочкам. Хотела бы, чтобы моя дочка была похожа на вас. Спасибо вам огромное. Блестящие результаты у сегодняшних девочек. Финал проходит. Анастасия Варламова 49 баллов. Анастасия Борщева 40 баллов. И Алина Шуина 36 баллов. Следующий раунд у нас начнется буквально через несколько минут. Телезрители, отдохните. Я понимаю, что вам тяжело. Вы смотрите турнир «Самый умный кадет». В эфире последний отборочный поединок. Представляю лучших игроков сегодняшней игры, учащихся в Московской пансионе воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации. Анастасия Варламова. Кокина. Анастасия Борщева. Владивосток. И Алина Шуина. Можай. Давайте выясним для начала, в каком порядке вы будете стартовать в этом раунде, а потом уже начнем, собственно говоря, игру. В первую очередь играем в дешифровщика. Сегодня в дешифровщике женское украшение из пяти букв. Время пошло. Есть первый ответ. Женское украшение из пяти букв. Это брошь. Быстрее всех с заданием справилась Алина Шуина. Она за красным пультом. За желтым пультом Анастасия Борщева. А за синим пультом Анастасия Варламова. Перед вами на табло 36 ячейк. По моей команде табло откроется. Вам нужно запомнить свои ячейки. Ваши Алина красные, ваши Анастасия желтые и ваши Анастасия синего цвета. Правильно отвечаете на свой вопрос, получаете два балла. Правильно отвечаете на вопрос соперника, получаете три балла. Правильно отвечаете на вопрос, раскрашенный в серебристый цвет, получаете один балл. Это общее знание. В каждой теме у вас по девять вопросов. Победительница станет та, которая наберет наибольшее количество баллов. А сейчас позвольте мне у вас узнать, какие специальные темы вы выбрали. Что у вас, Алина? Ну, я выбрала московский Кремль. А что выбрали вы, Анастасия? Золотой век русской поэзии. А вы, Анастасия? Русская опера. Внимание на табло. Итак, дорогие дамы, вы готовы? Да. Мы начинаем третий раунд. По результатам Дошу Гровщика первой в борьбу вступает Алина Шуйна. Прошу вас, Алина. Номер три. Внимание на экран. Третья ячейка красная. Это московский Кремль. Ваша тема. В каком музее московского Кремля хранится трон Ивана Грозного? Это оружейная палата. Абсолютно верно. Кроме того, что там хранится? Все принадлежности царей. Абсолютно верно. Два балла. Молодец. Анастасия. Четвертый ячейк. Желтый цвет. Ваша тема. Золотой век русской поэзии. Воспитанником какого лицея был Александр Сергеевич Пушкин, творчество которого ознаменовало начало золотого века русской поэзии? Императорский, царско-сельский. Позже Александровский. Два балла верно. Анастасия. Два. Вторая ячейка. Синий цвет. Ваша тема. Русская опера. В какой национально-патриотической опере Михаила Глинки звучит хор «Сласться гимн русскому народу»? Иван Сусанин. Жизнь за царя. Первая национальная опера. И вы получаете два балла. Алина. Ячейка номер семь. Красная ваша. При каком коньезе деревянные стены московского Кремля были заменены на белокаменные? Дмитрий Ианович. Отсюда, собственно говоря, и название «Москва белокаменная». Конечно. Два балла. Правильно. Анастасия. Ячейка номер восемь. Цвет ячейки желтый. Тема ваша. Какой строкой начинается стихотворение Федора Тютчева «Весенняя гроза»? «Весенняя гроза». «Влю грозу в начале мая». Два балла. Правильно. Да. Настя. Пять. Пятая ячейка. «Синий цвет». Ваша тема. Русская опера. Какой писатель сказал об опере Николая Римского-Корсакова? «Музыка к моей Снегурочке» удивительна. Островский. Конечно. Автор сказал, что принял эту оперу с восторгом. Два балла. Правильно. Пошли третьи ячейки. Алина. Одиннадцать. Одиннадцатая ячейка. Красный цвет. Ваша тема. Какой красный камень дал название звездам, навершиям, шпилей башен московского Кремля? Рубин. Абсолютно верно. В 1937 году установили, соответственно, до новой изготовленной звезды из рубинного стекла. Два балла. Молодец. Правильно. Настя. Номер двенадцать. Цвет у нее желтая тема. Это ваше. Какую поэму Михаила Лермонтова иллюстрирует эта картина художника Маковского? Фотовопрос. Дема. Абсолютно верно. Поэма «Дема». Два балла. Да. Десятая ячейка. Это синий цвет русской оперы «Музыкальный вопрос». В какой опере Петра Щековского звучит эта ария? «Любви все возрасты подворны, ее порывы благотворны». Это ария «Князь Гремина» из оперы «Евгений Онегин». Он объясняется Евгению Негину о своей жене для натисления. Он рассказывает Онегину о любви к жене. Любви все возрасты покорны, правильные юноши и закаленные мужчины одинаково могут любить женщину. Два балла. Правильно. Смотрим турнирную таблицу. Как говорится, без неожиданности. Было понятно, что с этими девочками просто так не обойдется. Алина Шуина. Шесть баллов, ни одной ошибки. Анастасия Борчева. Шесть баллов, ни одной ошибки. И Анастасия Варламова. Шесть баллов, тоже ни одной ошибки. Продолжаем борьбу. Пятнадцать. Смотрим на экран. Это ячейка красная ваша. Какое название носит колокольня самое высокое сооружение московского Кремля? Колокольня Ивана Великого. Архитектор был итальянец Вон Фрязе. Знаете? Да. Два балла. Правильно. АПЛОДИСМЕНТЫ Настя. Номер семнадцать. Ваша тема. Кто из поэтов Золотого века был руководителем первого армейского партизанского отряда во время Отечественной войны 1812 года? Давыдов. Один из участников так называемой Пушкинской плеяды. Тоже поэт, между прочим. Правильно. Да. Вы получаете два балла. АПЛОДИСМЕНТЫ Настя, смотрите, если вы откроете тему соперника, вы получите преимущество. Мы так будем играть до бесконечности, вы же понимаете. А так вы можете быстро обыграть все. Я об этом тоже думала, но пока я беру свою тему. Давайте. Открываем четырнадцатую чайку, смотрим на экран. Четырнадцатая. Ну, у вашей, у вас же с памятью-то все прекрасно, вы же разведчики. Для какого голоса написана партия Шимаханская царица в опере «Золотой петушок»? Сопрано – самый высокий женский голос. Почти все партии главных оперных героинь там написаны для «Сопрано». Правильно, два балла – да. Вот то же самое и вам хочу сказать. Алина, вы же сильный игрок, а скройте тему соперника. Давайте попробуем номер двадцать три. Двадцать третья? Давайте попробуем. Я там рядом моя, но я боюсь, что это общий вопрос. Двадцать третья ячейка. Да. Важно ответить правильно. В честь какой крупной реки России и Китая называют дальневосточного леопарда? Амур. Правильно, да. Амурский леопард – один балл. Настя, ну смотрите, какая у вас храбрая подруга. Ну после нее не рискнуть, ну просто я даже не знаю. Я пока не буду рисковать. Двадцать семь. Ячейка «Желтая» – тема ваша. Кому Пушкин посвятил стихи, на которые написан этот роман? Я помню чудное мгновенье, передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты, как гений чистой красоты. Внимание, кому Александр Пушкин посвятил стихи, на которые написан этот роман? Если не ошибаюсь, то это Анна Керн. Абсолютно верно. А Михаил Клинка, который написал музыку к этим стихам, посвятил эту музыку, соответственно, дочери Анны Керн, которой он тоже был влюблен. Два балла, верно? Ну не рискнуть, ну просто, ну я не знаю, ну уже надо, ну уже давайте. Ну прошу вас, ну ладно, что вам жалко? Ну что там? Не дай бог общий вопрос. Тридцать пятая ячейка, это тема вашей соперницы Алины Шуиной. Тема Московский Кремль, ответьте правильно, заработайте три балла. Как называется холм, на котором находится Московский Кремль? Боровицкий. Требности был покрыт хвойным бором, отсюда и название. В старину был круче и выше. Правильно, да, три балла. Я считаю, что в такой ситуации надо продолжать атаку, Алина. Сдаваться нельзя. Сейчас, если откроете ячейку соперника и правильно ответите, сразу реабилитируетесь и догоните этот один балл. Давайте двадцать. Двадцатая ячейка, общие вопросы. Сколько ударов отбивает Большой колокол кремлевских курантов в полночь? Двенадцать. Абсолютно верно, вы зарабатываете один балл, да. Настя. Тридцать шесть. Внимание на экран, это ячейка вашей соперности. Вы преднамеренно это сделали? Не очень. Фрагментом какой оперы является этот танец в полночьих невыносит? Внимание. Фрагментом какой оперы является этот танец в полночьих невольниц? Бородин, князь Игорь. Абсолютно правильно, князь Игорь, три балла, да. Ну что я могу вам сказать, чтобы не отставать от соперности, теперь ее надо переигрывать. Надо еще раз выбрать ячейку из категории соперника. Я не знаю, моя ли это ячейка, но давайте двадцать один. Смотрим на экран ячейк общие вопросы. Вот так вот. Какая ювелирная фирма изготовила для матери императора Николая Второго пасхальное яйцо Анютины глаз? Побережим. Да, один балл правильно. Шесть ячеек девочки уже открыли, смотрим на турнирную таблицу. Лидирует Анастасия Борщева, тринадцать баллов. У Анастасии Варлановой двенадцать баллов. И у Алины Шуиной десять баллов. Через десять минут все телезрители, которые следят за развитием игры «Самые умные» и за приключениями этих удивительных девчонок, получат ответ, кто из них все-таки самый умный. Кадет? Ну, в общем, самая умная из всех кадетов. Вы смотрите турнир «Самый умный кадет». Идет последний раунд последнего отборочного поединка. Каждому игроку осталось ответить только на три вопроса. Смотрим на турнирную таблицу. Анастасия Борщева набрала тринадцать баллов. Анастасия Варламова набрала двенадцать баллов. И Алина Шуина набрала пока десять баллов. Алина, давайте им покажем, на что вы способны. Причем вы же не ошибаетесь, вы просто открываете общие ячейки. Сейчас ли откроете ячейку соперника, наконец-то вы мгновенно наберете эту разницу. Давайте номер девятнадцатый. Девятнадцатый, смотрим. Тема вашей соперницы. Будьте внимательны, полная тишина в зале. Портрет какого русского поэта золотого века написал художник Карл Брюлов для выкупа Тараса Шевченко из «Крепостных». Может быть, Пушкин? Тарас Шевченко? И поэт золотого века. Гоголь? Василий Жуковский. Расскажите эту историю. Ну, так как они узнали, что этот талантливый юноша является крепостным, они решили его выкупить. И цена свободы была, ну, вот как раз вот портрет на свободу твою. Которую продали на аукционе. Мне очень жаль, вы не зарабатываете ни одного балла. Я перехожу к вашей сопернице, тему, которую, собственно говоря, вы и открыли. Прошу вас, Настя. Тридцать три. Тридцать третья ячейка. Синяя. Тема Анастасии Варламовой. Это специально? Нет. Как называется опера Сергея Прокуфьева, в основу которой легла сказка итальянского драматурга Карло Гоцци? Я не знаю. Это «Любовь к трём апельсинам». Либрета написана самим композитором. Одна из самых весёлых опер, правильно? 20 века, да. Тоже ни одного балла вы не зарабатываете, Настя. Я перехожу к Анастасии Варламовой. Двадцать пять. Открываем. Двадцать пятая ячейка, да, ваша, я знаю. По авторским эскизам какого композитора Цезарь Кюи и Николая Римский-Корсаков закончили оперу «Каменный гость»? Александр Драгомышский один из самых значительных композиторов, которые были между Глинкой и Могучей Кучкой. Правильно. Александр Драгомышский два балла, верно. Алина. Я думаю, больше не рисковать. Двадцать два. Не, а вам только эти ячейки соперников, всё остальное не имеет смысла. Я... Ваша тема. Какой стиль преобладает в архитектуре этой башни московского Кремля? Фотовопрос. Готический. Два балла, верно. Настя. Тридцать два. Смотрим на экран. Какая она? Общие вопросы. Надо правильно ответить. Какими приспособлениями снабдили стальную блоху тульский оружейник из сказки Николая Лескова «Левша»? Фоткова. Конечно, один балл, абсолютно верно. Настя. Двадцать четыре. Двадцать четвёртая ячейка. Да, я знаю. Да, я искала Настя. Двадцать четвёртая ячейка – это ячейка ваших соперниц. Какой собор московского Кремля в шестнадцатом веке стал усыпальницей великих московских князей и русских царей? Успенский либо Архангельский. Какой? Архангельский. Абсолютно верно. Да. Три балла. Последние ячейки. Открываем. Мне уже бесполезно что-либо. Мне уже нечего терять, в принципе. Тридцать один. Внимание, эта ячейка ваша. Кто в апреле 1961 года посадил дуб-космос, растущий в Тайницком саду на территории московского Кремля? Гагарин. Конечно, да. Три балла. Молодец. Смотрите, Настя, какая ситуация. Нам надо понять, во-первых, кто выиграет, а во-вторых, кто будет играть в суперфинале. Вы или Алина? Поэтому вы понимаете, что у вас сейчас самая ответственная ситуация на игре. Тридцатая. Тридцатая ячейка. Это ваша ячейка. Если вы ответили правильно, вы пройдете в суперфинал. Как звали грузинскую княжну жену поэта и дипломата Александра Грибоедова? Нино Чачванзе. Чавчавадзе. Чавчавадзе. Можете повторить? Нино Чавчавадзе. Абсолютно верно. Вы зарабатываете два балла. Анастасии Варламовой нет смысла отвечать, потому что она уже и так выиграла. Презентратор 17 баллов Анастасия Варламова становится самой умной. АПЛОДИСМЕНТЫ. АПЛОДИСМЕНТЫ. Дамы и господа, закончился последний отборочный поединок турнира «Самый умный кадет». Через неделю в Суперсинале встречаются представители разных училищ. И вот эти две дамы в интеллектуальный бой пойдут в лучшие учащиеся лучших военных училищ Российской Федерации. Кто станет самым умным кадетом, вы на телеканале «СМ». Узнаете первыми. Мальчики уже стоят, нас смотрят и боятся, но они говорят, что предупреждать надо было. Ну вот прям вы рекомендуете, то есть прям у вас как реальный успех? Да. Поступайте. Ну вот я не знаю, я прям, а не стучайте дома, родите. Стучаются, но все равно понимают, что нужно учиться. Да действительно, у вас все место, вы сами видите. Ну я вижу, да, и в шоке я такого в обычных школах не видела. Ну и вот там не скучно, не грустно. Нет, это нервный бус. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...